Ты не понял, ты вообще не разбираешься, ну вот говорят, коммунисты не разбираются в экономике, вот этот тренд на протяжении долгих лет. В Центробанк все объяснил, все объяснил, это не государство разоряет бездетных, да, вот такими налогами, да, это россияне разоряют государство. В Центробанке опубликовали доклад, в котором говорится, что одинокие россияне разоряют государство. Они так посчитали. Там утверждается, что стремление таких граждан к сбережениям ниже, а их мотивы непредсказуемы. И демографический тренд одинокой жизни приводит к увеличению случаев банкротства и уменьшению источников инвестиций. Так, еще раз, подожди, давай для простых россиян, а для меня. Они оправдывают, получается... Нет, они говорят, что одинокие россияне разоряют государство. Не надо быть одиноким. Надо заводить жену и детей, да. И вот то, что государство такое бедное, это вот они виноваты. Это одинокие. Ну, вот как по-хорошему Центральный банк должен поступить? Центральный банк – институт современной капиталистической России, который своими полномочиями охватывает всю ситуацию в экономике. Ему доступна самая передовая статистика. Он может делать срез ситуации в любой сфере промышленности, там, я не знаю, различных отраслей, торговли и всем остальным. Видя, что реальные зарплаты не соответствуют тому, что заявляет Росстат и правительство. Видя, что реальный рост цен, реальный уровень инфляции не соответствует уровню индексации. И тем более росту зарплат в той же промышленности, в том же реальном секторе. Центральный банк должен бить тревогу и говорить, ребята, стоп, ситуация ухудшается. Падает покупательская способность граждан, что будет приводить к банкротству. Ведь те, кто производит товары, услуги, но они производят, почему? Потому что они анализируют потребность общества и понимают, что у людей есть потребность, чтобы мясо купить или сыр. Или там, я не знаю, какие-то получить услуги другие. Но у населения при наличии такой потребности нет возможности это оплатить. И Центральный банк развивает вот эту ситуацию, рисует график, что это приведет к большим печальным трагическим последствиям. И он говорит, так, стоп, нужно кардинальным образом менять ситуацию. Давайте снизим административные барьеры, моратории там, я не знаю, на проверке. Давайте, значит, сейчас в виде исключения вложим средства вот в эти промышленные сектора, в эти отрасли. Давайте заморозим рост тарифов ЖКХ. Давайте в два раза снизим стоимость бензина. Да, это будет требовать принятия большого количества нормативных актов. Да, это вызовет какой-то конфликт, может быть, в экономике. Какой-нибудь Сечин там или Миллер скажет, мы не хотим, чтобы наша продукция, наше нефтегазовое, значит, сырье так дешево продавалось гражданам. Центральный банк говорит, ребят, да плевать нам, что вы хотите. Пошли вон. Вы здесь больше не работаете. Мы через структуру правительства, ваши начальники, мы вас назначаем. Вас не кто-то там другой. Вас правительство наделяет этими властными полномочиями. Вы не справляетесь с своей работой, не хотите видеть объективную реальность, поэтому вы уволены. Вот так Центральный банк должен работать. Вместо этого они говорят. Народ вымирает. Количество браков в институт семьи подвергается большим испытаниям. Много проблем с этим. А давайте, говорит, глупость какую-нибудь выдумаем, чтобы убедить голодных, что они на самом деле сытые. Вы можете сколько угодно рассказывать, как нужно жить. Но если вы не создадите материальных предпосылок, не создадите соответствующее материальное бытие для общества, сознание не изменится. Люди будут жить в нужде. Люди будут жить в отчаянии. Иногда, да? И они не смогут завести семью. Но если вы решите жилищный вопрос, а это можно сделать, мы видели, как это решалось в эпоху Советского Союза, где на предприятии ты устроился и тебе предприятие даст эту квартиру. Если ты получил хорошее образование, которое бесплатно, доступно каждому, со стипендий, с общежитием для любого нуждающегося. Ты получил, отучился, ты много потратил сил, и ты гарантированно будешь востребован. Настолько, что какие-нибудь, я не знаю, электростанции будут бороться за тебя, предлагая тебе еще больше квартиру, еще лучше машину, потому что ты им нужен. И вот эта конкуренция за специалиста, за наемного работника будет тем стимулом, тем драйвером, который будет развивать общество. И люди, не имея вот этой проблемы, а многие сегодня как живут? Ты живешь с родителями, ты живешь с бабушками, с дедушками. Я на себе знаю, это вообще не сладко. Это сплошь проблема, скандалы, потому что жизненного пространства мало, интересы людей, какие-то желания сталкиваются, и возникают бытовые конфликты, бытовые проблемы. Иногда они заканчиваются тем, что люди разводятся или ругаются. Это отражается на отношении людей. Поэтому молодая семья должна получить свое жилье. Если капиталистическая российская система создала единственный институт для улучшения жилищных условий, это залезть в ипотечное рабство, но вы не сделаете нормальный процент по ипотеке, если вы говорите, что Россия должна идти по капиталистическому пути. Вы берете на себя обязательства, центральный банк берет на себя обязательства. Сделайте, как это происходит в Европе, в Америке, в Австралии, в Японии, сделайте 2%, полтора процента. Если молодая семья рождает первого ребенка, 30% сократите, спешите треть этого долга. Родит второго, спешите половину, родит третьего, подарите эту квартиру молодой семье. И получив эти финансовые, экономические возможности в свое распоряжение, люди же отдадут, вернут это обществу и государству. Чем? Своим ответственным отношением, своим позитивом и патриотическим истинным отношением они будут более прилежны, более ответственны. Они будут понимать, что не они для системы, а система для них. Она на цели не, чтобы тебя обобрать, она тебе поможет, она тебя защитит, она тебя научит, если нужно, вылечит, она тебя во всех смыслах слова защитит. Но у нас сейчас совершенно по-другому. У тебя проблемы с, я не знаю, страшные заболевания, смертельные заболевания. А система говорит, отлично, давай деньги, давай деньги, нет денег, иди собирай смс-ком по телевизору. Это еще повезет человеку, если он пойдет на такое унижение. Там не всем хватает места, да, чтобы о тебе рассказали, вот это мальчик Ваня или девочка Юля, у которой проблема, давайте вот, пожалуйста, откликнитесь. Вот тысячи детей просто умирают, хотя у нас вроде доступная бесплатная здравоохранительность. Центральный банк об этом не знает. Итогами их работы, их подходов является самое страшное наступление на институт семьи, который был когда-либо в нашей стране. Где 70-80% заканчиваются разводами, браков 70-80%. Если мы, вот я видел рекорд, который навсегда отпечатался в моем сознании. В первом квартале 23-го года из 330 тысяч заключенных браков 300 тысяч закончилось разводами. Это 9 десятых. Практически каждый брак закончился разводами. При этом, ну попробуйте кто-то сказать, что это наш менталитет. Да никогда такого не было. Это до чего нужно было довести Россию, чтобы получить такой разрушительный результат. И Центральный банк выходит и говорит, да, говорит, они должны жениться. Мы их, говорит, заставим, потому что нам не нравится то, что они не женятся. И ни копейки на это тратить не будем. И ни шажка в сторону народа не сделаем. Мы, говорит, заставим их по-другому. Но это же просто подло. И народ в этом случае достоин такого отношения. Потому что не хочет брать ситуацию в свои руки. Не в плане того, что народ плохой. А в плане того, что, да, государственная машина, аппарат, вся эта пропагандистская система сильна. И мы, сознательная часть общества, пока не сосредоточили в руках солидарность и единение, масштабы этого единения, чтобы противостоять эффективно. Но наша борьба за сознание людей, она будет продолжена и завершиться положительным результатом. Лишь потому, что вот это грабительское отношение не вечно. Не бесконечно. Это не в плане того, Бондаренко, ты веришь в иллюзии. Это не вера. Это научные убеждения. Где кризис, который является побочным эффектом их грабительской политики, усугубляется. Да, он отсрочивается через раздутие кредитного пузыря. Но он конечен. И судя по масштабам, графикам, которые мы видим, да, по задолженности населения и росту неплательщиков по этим кредитам, этот конец для системы достаточно скоро. Поэтому, имея этот исторический шанс, мы должны с вами все силы положить, да, чтобы ширить наши ряды, чтобы объединять людей не за все хорошее против всего плохого. Не огульно и популистично, а действительно сознательные, прогрессивные идеи ставить во главу угла и объединять людей вокруг коренных изменений, чтобы каждый понимал, что должно произойти в России, чтобы жить стало лучше. Не говорить, мы ведем вас к хорошему будущему, а объяснять, каким образом Россия к этому будущему придет. Народ должен перестать ждать героев, спасителей и сам таковым становиться героем и спасителем. И каждый должен брать на себя обязательства, видеть свое участие, свою ответственность в этом объединении. И на этом этапе, да, действительно, мы можем с вами претендовать на светлое будущее. Что на той развилке, которая нас, очевидно, в ближайшее время приведет власть, Россия сделала правильное решение и повернула в сторону действительно коренных преобразований, а не смена одного гнилого фасада на другой.